Добрый вечер, дорогие друзья! Ну вот, настал этот долгожданный день. Альбом, который мы сегодня представляем, программа, которая записана на этом диске, называется «Последний снег». С утра был первый снег. Мы, кстати говоря, об этом... Что называется... Да, мы предполагали. Я сказал о том, что наверняка 1 октября пойдёт снег. Ну вот, мне кажется, что это очень символичный первый снег. И в день музыки, сегодняшний международный день музыки, как вы знаете, мы представляем альбом прекрасно изданной фирмой Artbeat. И, конечно же, большое спасибо и всем, кто работал над этим альбомом, ну и в первую очередь большому человеку по имени Big Nick, Коля, спасибо тебе за прекрасный альбом, прекрасное издание. Вообще, посмотрите, какие они альбомы издают. Это действительно не просто вот такой формальный подход, когда напечатали и делаете, что хотите. Это сделано с любовью, это сделано красиво, это сделано эстетично, и это не стыдно брать в руки, не стыдно дарить, продавать. В общем, это продукция высочайшего качества, и я очень рад, что у нас такой союз впервые произошёл с фирмой Artbeat. Надеюсь, что мы будем сотрудничать и дальше, если они захотят, и мы захотим. Ну, надеюсь, что всё будет хорошо. И, конечно же, хотелось бы поблагодарить людей, которые нам помогли в записи, в первую очередь, Людмилу Осипова, которая сидит здесь. Спасибо, Людмила. Без неё, без неё этой записи вообще бы не было бы. Она представляет Радио Россия, продюсер, у неё есть свои программы, и она очень активно, где она только не бывает, и является членом жюри многих конкурсов. И, собственно говоря, тот конкурс, благодаря которому появился этот диск, она предложила мне сыграть, записать точнее композицию, авторскую мою композицию «Русская песня». Это фестиваль фольклорный. И я, в общем, думаю, ну, хорошо, записать-то мы запишем одну пьесу, а что дальше-то делать? Студия хорошая, ДЗЗ, ГДРЗ, прекрасная студия с хорошим раяем. И как раз получилось так, что Вадим Веселовский был в Москве, справлял Новый год с нами. И, воспользовавшись этой ситуацией, мы записали ту самую русскую песню, которая победила на конкурсе, в котором участвовала Людмила Осипова. Конечно, она там всех забила, сказала, да вы что, вот это должно стать первой пьесой. Из 60 предложенных записей наша запись победила. Это тоже очень радует. Ну и Вадим оказался под рукой, и практически половина альбома, даже больше половины альбома, была записана в тот же день. И потом мы долго сводили с Димой Житомирским. Ребята знают этого человека, прекрасный инженер, и прекрасный человек. К сожалению, он сейчас, так же, как и я, эмигрировал в Германию. Но надеюсь, что будет тоже приезжать. И мы с ним ВКонтакте. Я ему еще не послал этот альбом. Конечно же, первые уже возможности вышли ему вот этот альбом. Он живет под Франкфуртом теперь. Но продолжает заниматься звукорежиссурой. И вот Миша Метропольский его очень хорошо знает, потому что он издавал альбом не с его участием, а помогал изданию второе приближение. Сколько? Три или четыре альбома, наверное, да, Житомирский с вами сделал? Три альбома. И это здорово, когда такие люди есть, которые не просто работают и сидят, крутят ручки, а они еще переживают, и им нравится то, что ты делаешь. То, что мы делаем. И мне кажется, что это вот и есть творчество, союз творческих людей. Когда они объединяются, тогда получается что-то такое хорошее, правильное, доброе, вечное, разумное. Ну вот, что еще сказать, прежде чем мы сыграем сет такой, без перерыва. В нем будут звучать, в основном, конечно, композиции из альбома. Ну и будут какие-то композиции, которые не вошли в альбом по разным причинам. Это уже, так сказать, вопрос продюсерский. Мы вместе думали, что включить, что не включить. Ну, хотелось, чтобы была органичность. И органичность всего альбома, чтобы по драматургии это было не просто набор каких-то отдельных пьес, а чтобы это была история. Одна вот такая история, не обязательно грустная, как вот вы видели этот клип, специально подготовленный из фотографий наших, сделанных тоже прекрасным фотографом, нашим коллегой, скрипачом, кстати говоря, Мишей Бланком. Миша Бланк живет в Кельне, молодой, в общем, очень хороший скрипач, но в последнее время очень активно занимается фотографией, снимает музыкантов, и очень, как бы, стал настолько популярным, в Кельне его все время приглашают на съемки, что он говорит, наверное, я скоро заброшу скрипку и буду заниматься фотографией. Но вы заметили, действительно, фотографии прекрасны, и мы решили сделать такое слайд-шоу к сегодняшнему вечеру. И, собственно, и песня, которая звучала, пьеса, это композиция Вадима Неселовского «Последний снег», по которой назван весь альбом. Ну, конечно, мне с большим удовольствием хочется представить моего коллегу, музыканта. Я очень рад, что мы с ним спустя много лет, мы знакомы лет 20, но играть стали только где-то два с половиной года назад, и так получилось, что судьба нас развела в разные стороны, а потом опять соединила, так соединила, что мы теперь уже и друг без друга не можем. И играем, и отпускаем диски, и я у него в Нью-Йорке, он у меня в Крылатском. В общем, мы встречаемся где только возможно, и вот вчера только приехали, играли в Тихвине, Тихвине, правильно они говорят, сегодня ночью идти в Казань, и еще у нас на Украине пять концертов. Вадим Неселовский. Биографию его рассказывать не буду, вы можете все это в интернете увидеть. Одно только скажу, что он родился в Одессе и был самым молодым музыкантом, который попал в Одесскую консерваторию. Правда? Это Вера? Правда. Да. Сколько тебе было, когда ты попал? Да. 15 лет он уже учился в консерваторию в Одессе, уехал с родителями в Дортмунд, в Германии, учился там классическому фортепиано, потом перешел на джазовое веление, уехал в Беркли, знаменитая школа Беркли, вы знаете эту школу, учился там, и его заметил знаменитый Берли Бертон, взял себе в квартет. Все, я правильно говорю, да? Он сам может рассказать, но он человек скромный, поэтому лучше всего друг про друга рассказывать не самим, и про себя, а про коллегу. И, в общем, продолжает играть с Герри Бертоном, и Герри Бертон играет его музыку, и, кроме всего прочего, представил его в Беркли-скул, и когда освободилось место педагога по фортепиано, то Герри Бертон предложил Вадима. Так что Вадим Носиловский теперь сегодня один, наверное, из самых молодых профессоров Беркли-скул преподает фортепиано. Вот такой человек у нас сегодня здесь. Ну, мы начнем, может быть, если нам что-то захочется еще сказать, мы скажем. Всех я вроде поблагодарил, всем сказал спасибо, надеюсь, что мы с вами увидимся в следующем году. Играет музыка 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 Играет музыка